Каферы дали нам отдельные имена. Куфары дали нам отдельные флаги. Они предоставили нам отдельные страны с независимыми конституциями и правительствами. И вот так мы видим друг друга. Было время, когда не было значения, где живет мусульманин. Они знали, что есть один халиф. Они знали, что существует одна власть. Они знали, что существует одна община. И не было нужды ни в каком флаге. Флаг мусульман. Это «Ля Иляха Илла Аллах Мухаммаду Расулу Аллах». У него нет специальных эмблем. У него нет особых букв. Он не для каких-нибудь отдельных людей. Это одна мировая умма. Это умма, выбранная Аллахом. Это умма Мухаммада, да благословит его Аллах. Приветствую. Это умма Ибрахима Мериму. Это умма всех пророков. Это умма Таухида. И любая другая характеристика ее, помимо этого, она ниже ее. Она под ней. Она подчинена ей. Это кафиры пришли и подорвали халифат и использовали мусульман для разрушения халифата. И они взяли обещание у тех мусульман никогда не создавать халифат снова. И именно те, кто машет флагами, пообещали им это. Именно эти же люди сформировали свою собственную конституцию. Именно эти люди сказали мне и вам, что мы с вами теперь отдельные страны. Именно они входят в ООН. И они взяли законодательство ислама, Коран и Сумну, и поместили их под свод законов Организации Объединенных Наций. Это те же самые люди. Эти люди порвали преданность исламу. И нет сомнения, что эти люди нарушили обет преданности исламу. Нам не нужно говорить, кем они являются. Они нарушили обет преданности исламу. И мы следуем за ними, как шнурки, которые продеваются в дырочку один за другим. Мы, мусульмане, видим себя, как часть мирового сообщества ОООН. Организаций Объединенных Наций. Поэтому, когда с нами что-нибудь происходит, когда враги ислама нападают на нас, убивают, входят в наши дома, выкачивают наши ресурсы, наступают на Коран, не уважают нас, заходят в наши мечети, уничтожают нас, кого мы просим о помощи? Халифа, да ведь нет. Нет халифа. Нет единой власти. Кого мы должны просить о помощи? Мы идем в ООН.